Друзья, всем привет! С вами компания Fusion Technologies и я, Александр, технолог производства. У большинства коллег, кто занимается аквопечатью, реставрацией и окраской салонного пластика автомобилей, рано или поздно возникает такой вопрос, как работать с такими деталями, которые с завода покрыты натуральным шпоном. И как поступить в таком случае с такими деталями. Способов существует несколько. В сегодняшнем видео мы покажем вам, как работать с такими деталями. В первую очередь надо оценить состояние деталей. То есть, если дефектов по лаку очень много, в основном все дефекты проявляются именно на нем. Сам шпон практически не трескается. Если дефекты небольшие, неглубокие, одиночные, можно поступить следующим образом. Взять бормашинку электрическую, если толщина, вернее, трещина не на всю глубину толщины лака, можно аккуратно расшить, расточить, не повредив сам шпон. Потом сделать канавку по всей глубине данного дефекта, залить на выбор либо эпоксидной, то есть полиэфирной смолой прозрачной. И уже по факту смотрим, как поступить дальше с деталью. После высыхания смолы обычно все неровности можно сошлифовать. И здесь надо смотреть на преломление. То есть, если самой трещины на блик не видно, можно будет просто либо перелачить деталь. Если клиент хочет поменять текстуру в салоне, то есть, можно также предварительно подготовить поверхность. То есть, также по технологии окрашиваем и наносим другую текстуру, покрываем лаком. Если дефектов очень много, чтобы дать на деталь гарантию, здесь в любом случае старые покрытия придется удалить. Опять-таки, у нас снова пару способов существует, как это сделать. Из положения можно выйти двумя, опять-таки, способами. Взять строительный фен промышленный и аккуратно нагревая, то есть, само это покрытие, оно от нагрева неплохо достаточно отслаивается, отходит. Но надо смотреть, опять-таки, на исходный материал самого изделия. В нашем случае это пластик. Здесь надо быть очень аккуратным, чтобы не повредить форму детали. И, как мы можем видеть, дефектов очень много. То есть, третий способ удалить вот это покрытие, это обычное вышкуривание. То есть, сошлифовываем всю толщину вот этого покрытия. В этом случае, сохранить, скорее всего, заводской шпон не получится. Поэтому, как говорится, без вариантов. То есть, после того, как мы обработали поверхность уже до основания, до самого пластика всего изделия, то есть, там также работаем по технологии. Обычно наносим в таких случаях грунт-наполнитель в несколько слоев, чтобы убрать все неровности после обработки детали. Если было принято решение удалить данное покрытие механическим способом, то есть, для начала лучше взять абразив подрубее. То есть, 180-й абразивный круг, орбитальная машинка. И начинаем постепенно, плавно сошлифовывать данное покрытие, постараясь не делать сильных углублений, то есть, плавными движениями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Процесс занимает некоторое время, но чтобы на деталь можно было дать гарантию, в любом случае, нам это покрытие придется удалить, потому что видно, да, крещено практически до основания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот таким способом, то есть, старое, растрескавшееся покрытие, мы сошлифовываем. Сам шпон зачастую в хорошем состоянии. Посмотрим по факту, то есть, есть ли смысл удалять его, если он без дефектов, скорее всего, оставим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот все наши дефекты и трещины мы сошлифовали, то есть, шпон у нас в достаточно неплохом состоянии. Полностью удалять мы его не будем. И, поскольку в процессе шлифовки мы немного потеряли толщину нашей детали, мы с помощью грунта-наполнителя, ну, будем наносить либо в два, либо в три слоя, то есть, помимо того, что мы наберем изначальную толщину нашей детали, то есть, в процессе обработки грунта-наполнителя мы еще выровняем все дефекты, которые, возможно, были допущены при сошлифовании старого покрытия. Разводим грунт-наполнитель. Будем наносить его в три слоя, чтобы толщина наших слоев позволила выровнять деталь и выйти на толщину исходную нашей детали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нанесли второй слой. Ждем еще 10-15 минут. Нанесем третий, и, в принципе, этого будет достаточно. После того, как грунт высохнет, мы с помощью проявочного покрытия перешлифуем поверхность нашей детали, уберем все неровности, ну, и далее по технологии, то есть, наносим базовую краску в несколько слоев, выбранную нами текстуру под оригинал, ну, принт, соответственно, покрытие лаком, и, если потребуется, столировка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот грунт наш высох. Чтобы при шлифовании не пропустить какие-то неровности, возможные дефекты, наносим сухое проявочное покрытие, которое в момент шлифования нам покажет все недочеты на детали. Немного выровняем поверхность ласточкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Недочерпим, как это были на детали. Но толщина грунта позволит нам все это зашлифовать. После того, как деталь полностью будет перешлифована, подготовлена к окраске, далее все по технологии. Наносим базовую краску, несколько слоев, выбранную текстуру, накрываем лаком и, в принципе, готово. И после того, как мы сошлифовали все неровности, наша деталь абсолютно гладкая, в хорошем состоянии. Шлифование мы закончили абразивным кругом градации 500-кой. То есть, после обезжирения деталь уже можно будет покрыть базовой краской. Ну вот, детали наши готовы. Были покрашены, отпечатаны, выбраны нам текстуры, притонированы и нанесли. А сейчас мы вам покажем второй способ удалить старое поврежденное покрытие на деревянные детали. С помощью строительного фена нагреваем поверхность детали, чтобы ускорить процесс отслоения. Сильно нагревать не требуется, достаточно просто нагреть поверхность. И, чтобы не делать это вручную, можно использовать шпатель. Этот способ работает только на деревянных деталях, поскольку, если деталь пластиковая, то есть ее основа полностью из пластика, лучше фен не использовать, поскольку есть риск повредить саму деталь. То есть нам надо будет удалить вот это поврежденное покрытие. У нас не стоит задача сохранить текстуру вот этого натурального дерева, поскольку заказчик выбрал другую. То есть поврежденный лак мы либо сошлифовываем, но на этой детали она не пластиковая. Гораздо быстрее это сделать с помощью фена, то есть нагреванием. Сильно нагревать не надо, главное, чтобы он стал пластичным. То есть мы это все удалим, потом поверхность у нас будет сошлифована, то есть подготовлена под грунт. Здесь небольшая разница при работе с пластиком. Мы в качестве изолятора будем использовать первичный грунт для МДФ. МДФ нанесем его в один-два слоя, то есть полностью у нас задача будет нанести обязательно на торцы, на тыльную часть, поскольку при промывке надо исключить попадание воды. И после того, как он высохнет, уже будем наносить грунт-наполнитель опять-таки в несколько слоев, чтобы уже шлифованием выровнять нашу деталь. Сильно нагревать его не требуется, то есть достаточно, чтобы он стал более эластичным. Так, наш поврежденный лак мы удалили, деталь у нас полностью осталось натуральное дерево. Предварительно подготавливаем поверхность, либо шлифовальный блок, градации 150-й, в принципе, достаточно будет. Корцы очень удобно им обрабатывать. Если деталей несколько, много, лучше орбитальную машинку взять и опять-таки абразивные круги. В принципе, 320-й градации будет достаточно. После того, как мы подготовим всю поверхность, торцы обязательно, и уберем все бумажные элементы, чтобы нанести наш первичный грунт-изолятор. Опять-таки, чтобы исключить попадание воды, чтобы со временем не появилось никаких дефектов. Первичный грунт-изолятор обязательно надо будет нанести на все открытые участки дерева, чтобы была равномерная пленка, то есть полностью закрыть все, пусть даже невидимые части. И после того, как он высохнет, мы его шлифуем, и уже будем наносить вторичный грунт универсальный. Будем работать, как уже сказал, с первичным грунтом-изолятором. В принципе, для такой детали нанести в два слоя будет достаточно. Разводить его лучше согласно инструкции, указанной на упаковке. На сайте в каталоге в описании к этому продукту есть дополнительная видеоинструкция. Если возникнут какие-то вопросы, можно будет посмотреть ее, как работать с этим грунтом. После того, как мы нанесем его на нашу деталь, дадим ему высохнуть. Как уже сказал, его надо будет сошлифовать верхний слой, потому что, возможно, где-то немного поднимется ворс нашего натурального дерева, и там надо будет его удалить. И уже после этого нанесем универсальный грунт-наполнитель в два-три слоя. Посмотрим по состоянию поверхности. Подойдет даже акриловый. Вот наша деталь подготовлена и обезжирена под наш первичный грунт. В качестве изолятора нанесем грунт по дереву по МДФ, стараясь тщательно закрыть все торцы. Обязательно нанесем его на тыльную часть, чтобы исключить попадание в пору дерева воды, чтобы со временем не получилось никакого дефекта. Грунт по МДФ лучше готовить на электронных весах. Берем мерный стаканчик. На банке есть информация, как его смешивать. То есть на 100 грамм нашего грунта потребуется добавить 30 грамм отвердителя и 50 грамм отвердителя из его же комплекта. Нам такое количество не потребуется на нашу деталь. Мы будем наносить его в один слой. Разведем 50 грамм. Соответственно, на 50 грамм самого грунта мы добавим 15 грамм отвердителя и 25 грамм разбавителя. Тщательно перемешиваем грунт. Смесь наша готова. При комнатной температуре он достаточно быстро высыхает. То есть 30-40 минут и уже можно будет его перешлифовать. То есть помимо того, что он выполняет роль изолятора, он зачастую поднимает ворс натурального дерева. И при обработке это будет хорошо видно. То есть мы это все удалим шлифованием. Для этого будем пользоваться абразивом либо 320, либо 400 градации. И уже потом будем наносить грунт-наполнитель в несколько слоев, чтобы убрать все неровности, которые могли возникнуть в процессе эксплуатации и после того, как мы удалили старое покрытие. Будем использовать либо акриловый грунт-наполнитель, либо эпоксидный. Эпоксидный грунт, он менее пористый. Будем, скорее всего, наносить его. Но далее, после высыхания уже вторичного грунта, будем также перешлифовывать всю поверхность детали, выровняем ее и уже будем готовить под окраску. Так, грунт-изолятор наш высох. Сейчас наша задача всю поверхность детали, торцы обработать абразивом под вторичный грунт. Для удобства используем такой шлифовальный блок градации 220. В принципе, под вторичный грунт этого будет достаточно. Тыльную сторону тоже обязательно обработаем. Потому что вторичный грунт мы там тоже будем наносить. Ну, в принципе, деталь практически готова. Осталось ее обдуть и обезжирить, развести вторичный грунт-наполнитель и нанесем в несколько слоев, в два-три слоя. Будем использовать эпоксидный грунт. Ну, не критично, а акриловый, в принципе, тоже подойдет. Те же несколько слоев, чтобы после его высыхания уже выровнять всю поверхность до идеально гладкого состояния. Итак, на нашу деталь мы нанесли в три слоя грунт-наполнитель, в нашем случае акриловый. Грунт наш высох, и сейчас наша задача сошлифовать все неровности, обработать всю поверхность детали, обязательно торцы, также убрать неровности. Чтобы не пропустить случайно какой-то дефект, мы нанесем сухое проявочное покрытие на всю поверхность детали, чтобы в процессе обработки было видно, где мы пропустили какой-то участок, а где нет. За три слоя мы набрали неплохую толщину, все дефекты практически закрыты, поэтому можно взять либо 320-й абразивный круг, либо 400-й в нашем случае. То есть мы возьмем 400-й и начнем сошлифовывать. Таким участком надо уделить внимание, то есть видно неровности, шагрень по грунту, провелочное покрытие нам позволяет это увидеть. После того, как мы 400-м абразивом обработаем всю лицевую поверхность, мы еще раз нанесем сухое проявочное покрытие, возьмем уже абразивный круг градации 500, и в принципе на этой риске можно будет остановиться, то есть чтобы деталь у нас будет полностью готова под окраску. Итак, мы остановились на 500-й риске, поверхность детали у нас абсолютно ровная, останется только ее обезжирить и нанести уже базовую краску в несколько слоев и дальше ее мы отпечатали. После того, как покрасили нашу деталь базовой краской в несколько слоев, мы ее отпечатали и на выходе получаем деталь промытая, покрыта матовым лаком, то есть идеально ровная поверхность. В принципе, все, деталь готова. С вами была компания Fusion Technologies. Если будут дополнительные вопросы, пишите нам в комментариях. До новых встреч!